Очень здорово, что вы пришли, спасибо большое. Вы знаете, будет подкаст, но это не то, чтобы подкаст, как бы вам объяснить. Подкаст это когда мы сидим и такие, вот я подготовился, нет, не готовился почти никто. Я объясню почему. Несколько историй расскажу почему чуть позже. Но не то, чтобы не готовились, просто это скорее подкаст про попиздеть, про поразгонять. Понимаете, так, как на кухне. Так, что-то посидим, пам-пам, пам-пам-пам. Я из-за того, чтобы вы не расстраивались, я звезд позвал. Звезды придут. Не последние люди в мире шоу-бизнеса. Ну вот. Раз. Я из-за звезды, пожалуйста. Ну, кстати, в этот раз тоже под вопросом все было. Вот просто на грани, на грани. Да, потому что мы не заболели, мы болеем. Ну, я болею на самом деле, это серьезно. Но я ради вас сделал тест. С вас 3200. Со всех. А я, если честно, не поверил сначала, что... Ты думал, я отмазываюсь просто, как свин последний. Я думал, что ты отмазываешься, я просто подумал, что ты такой... Ну, так уже везде сходил, блядь. К какому Орлову, блядь, идти и уже назад падать, блядь. Опять. Да, ты был для меня трамплином. Я уже такой... Да, конечно. После меня, смотри, карьера как в гору пошла сразу. И Лапенко, и ЧВД, и все на свете. И деньги на тест есть. Шикарно просто. На самом деле не переживай, потому что я еще пока никаких симптомов не имею, но я точно болею, точно. Потому что позавчера я был на концерте Короля Шут. Абсолютно пьянющий. Пошел в слэм. И я четко помню, как потная спина какого-то говноя чихнула в тебя. Прям вот так в меня. Я помню, что я пытался его оттолкнуть, но руки соскользнули. Я вкрылся, руки соскользнули со спины. И ты примкнул. И он мне прям лицом вот так вот. Я прям чувствую вот этот пот. Ну, я прям чувствую, как у меня мокрое лицо. Я чувствую, как я начинаю знать все песни князя. Да-да, от пота. И я поворачиваюсь, и стоит такой здоровый чувак без футболки. Ну, он говорит, извини, слэм. Без футболки снимай. И у него прям вот так во всю руку разные портреты горшка. Вот так. Вот здесь. Я прикину, у него во всю руку написано «извини». Это не пот. Блин, и я не знаю, но я, наверное… Ну, то есть там люди прям вообще коронавирус вообще в рот ебали, как и там другие вещи, типа мыться и так далее. Поэтому я точно болею коронавирусом, скорее всего. Но будет не так обидно на самом деле, потому что я знаю, что если я заболею, я заболел это отдавая дань. Я даже мерч купил. Смотрите, у меня есть браслетик. 500 рублей, но… Король и шут. Не, я просто сейчас думаю, а нахера тогда я делал тест? А я вообще не срочно. А я планировал… Сука, я 3200 потратил, просто чтобы ты чувствовал себя в безопасности. Да. А ты… Получается так, но я на самом деле… А есть кто болел, кстати, вообще? Антитела есть у кого-нибудь? Переболевший есть? Что? Ты? Серьезно? И что, расскажи как. Это из-за нее? Блин, так странно. Тоже в слэм-тусовке вы познакомились? Ну, да. Ну, тяжело проходило, бывали. Поллайдин. Все, теперь можно бухать, да? На самом деле… Прекрасно. На самом деле это очень удивительно, что в Питере спрашиваешь, кто болел. Один человек говорит, я болел. В Москве ты спрашиваешь, кто болел, у тебя овации. Все болели. В Москве все болеют сейчас. Я не знаю, у меня заболели все. Все, вот все заболели. То есть Москва как бы она вся твоя. Нет, в Москве вообще половина моих знакомых болеют. Половина незнакомых, кстати, тоже болеют. И у меня прям много людей сейчас болеют. И все прям короной болеют. И я не знаю, как так получилось, но очень много людей в первую… Ну, когда была первая волна, все-таки… Да, может, все-таки масоны, блядь, придумали. Вируса нет. А кто у тебя болеет? У тебя кто-нибудь болеет? Хоть один у тебя умер. Хоть один. Хоть один. Я не знаю. Я вообще, я весь карантин, я выходил гулять только ночью. Мы реально, мы выходили с детьми гулять. Когда вокруг помоек не было людей, и можно было найти еду. Нет, реально, вот ночью выходишь погулять, типа, с ребенком. Сталкеры были уже, когда сталкеры спали. Нет, ты вот идешь гуляешь, и видишь, что в окне на тебя вот так смотрит бабка. Типа, строго, какого хера. Я, типа, сижу… А может, спит? Спит? Бабка вот так вот спит. Вы видите, охуительная история. Ну, что, вот смотри, я был самый главный паник… Я был один из тех людей, что, когда всех закрыли, я прям сидел, ну, на полном серьезе, абсолютно трезвый. Жене я говорил, ты что, не понимаешь, что происходит? Это, блядь, все, это пандемия. Мы смотрели на Нетфликсе, это очень серьезно. Ты что, не понимаешь, что происходит? Я прям так ее загнал, что мы ходили, блядь, чуть ли не в УЗК в магазин, прям вообще. И случилось вот что, что мы ходим в магазин, в перекресток там идем, и в масках, все. Причем я не купил, я что-то я тысяч семь потратил на маски ФПП-3, я нашел их, купил… Ну, это самый… Вот это вот, с клапанами вот такие. Знаешь, как у Бэйна, блядь, давайте. Как во времена сталкеров тебе, да, помоечных. Вот такие вот, с двумя вот такими клапанами, они здесь на резинке вот так затягиваются. Я на дочку эту хуйню… Я на дочку эту хуйню застегиваю. Он такой, папа, она мне давит. Я такой, мы все, блядь, в опасности. И мы шли прям в магазин, перчатки надевали, вообще по всей строгости, прям люди идут. И мы такие, отошли, отошли. И мы заходили в перекресток. И что делать на карантине? Естественно, бухать. Я беру алкоголь, и мне говорят, паспорт, я показываю паспорт, мне говорят, маску снимите. И я стою в этой хуйне. Говорит, ты смеешься вообще? Посмотри, а я реально поворачиваюсь, она вот здесь вот прям вот так вот затягивается на несколько таких замков специальных. Я говорю, не сниму. А моей жене только дай возможность поспорить с бюрократией или с чем-то с этим. Сразу начинается, вы вообще читали? Да вы вообще знаете? Но не так. Убирайте ее. Правый клапан, суки! Может, она просила паспорт этой штуки, а не твой. Просто хотела понять, как работает принцип. Бухлетик там какой-то есть. Она говорит, я не продам вам бухло. Я говорю, в смысле? Вот мой паспорт, чей это паспорт? Мы стоим в маске, она говорит, снимайте маску. Я говорю, мы не будем, я говорю, тогда давайте книгу там что-то, жалоб мы будем звонить. Я начинаю снимать Роспотребнадзор. Тут нас просят снять маски. Вызывайте ментов, блядь! Мы тут вообще стоим, блядь, в ароматном мире. Нас тут ущемляют. Мне не поесть кофе. Кажется, Алексей Навальный, где суд по правам человека. Мы все будем с тобой судиться. И значит, мы стоим, и стоит мужик без маски абсолютно. Покупает бутылку водки, лет 50 ему. И он такой, пиздец, малолетки охуели, говорит, кассирша. И мы стоим такие, вам-то что надо? И он такой, вы что, вы вообще попутали малолетки, блядь? Вам говорят, снимите маску, снимите маску, блядь. Вы что тут? А он, видимо, какой-то постоянник на районе живет. Снимите маску, я говорю, ну, то есть, а там настроя. Я вот такой, моя жена еще меньше, чем я. И мой друг, сосед, он вот такой, блядь, худой. Вот такой. И мы стоим, пиздец, мстители. Я такой, а я стою в маске, у меня уже начинается вот это вот, как в деревне у меня было, когда начинает вот это в глазах. И я понимаю, что он на меня идет в какой-то момент. Я говорю, что? Он говорит, что ты? Я говорю, слышь, ты? И он прямо на меня идет. И начинает сгущаться, прям начинают сгущаться краски. Я вижу только красное пятно. И в какой-то момент он хватает меня за куртку. Типа... И умигает. Нет, он меня хватает за куртку и начинает выводить. Я хватаю его за горло, типа... И, короче, и в этот момент, пока это происходит, ну, то есть, моя жена начинает его бить. Это вы сходили просто бухла купить, что сказать? Подожди. Кино. Это точно в Перекрестке было. Нет, нет, это было в ароматном мире. А, это было в Петрозаводске вчера. В мэрии. И вот моя жена начинает бить его по плечу, типа... Ты что, ты обалдел? Эти продавщицы там, типа... Мы сейчас вызовем милицию, мама. И в этот момент заходит какой-то здоровенный тип, прям крупный такой мужик, заходит в магазин, видит всю эту картину. С футболки с киша тоже пришел, да? И тут горшки, горшки, извини. У него здесь горшки. У него здесь горшки. Он просто по локоть горшки зашел такой. Не, у него здесь... За тюльпан так держишь. У него здесь портрет горшка, тут просто горшок, знаешь, там разные... Ну, просто горшки разные, цветочные, блядь. Разные. И значит, он заходит и видит вот эту ситуацию, как этот чувак держит меня за куртку, я его лежу за горло, моя жена его бьет по плечу, и он ему говорит, «Слышь, ты чё, охуел?» Я не могу понять, кому мне или ему... И мы вдвоем поворачиваются, и он смотрит на меня, на мужика и говорит, «Ты чё к малышам пристаешь?» И мы стоим, я стою, как обосранный, я не понимаю, типа... И он такой, «Слышь, ты чё к малышам пристаешь?» «Давай выйдем со мной, блядь!» «Ты чё, нашел, блядь, с кем драться?» И я такой, «Да я вообще, блядь, сам спортом занимался, блядь!» «Я вообще даже...» А он называл его тоже малолеткой. Не-не... У этого деда был как это? У тебя ты уже сказал, что это дед. Взрослый мужчина? Да, взрослый мужчина, и он испугался этого... Прикинь, он начинает бить деда, а заходит еще больше. Больший дед. Он такой, больше и стареет. То есть он огромный, но такой, сухой. Такой, как из Тейкина, вот это вот, хихачивый. Больше, больше. Больше всё. Каждый раз больше и больше человек. И потом просто на улице огромная такая матрешка. Дедовая. Они так выпрыгивают из неё. Все в перекрёсток. Там раздают маски. Это Пауэрэнджеры, они собираются в одного большого деда. Да-да-да, я же буду головой. Это Вальтрон. Короче, в итоге этот мужик... Дед испугался, ну, этот мужик, который на меня напал. Испугался того, кто зашел. И начал убегать, прям убегать из магазина. И я за ним бегу. У меня жена держит за руку. Ты чё, кричишь? А какой, ну, расклад в итоге, что ты выйдешь драться с дедом на улице. И я что-то вышел на улицу, что-то кричу ему в спину, типа, эй, ты чё, блин? Я прям, ну, и вроде ничего, ну, потасовка, потасовка. Но меня выключило на полдня. Я полдня ещё сидел, пил вот эту алкашку, которую нам всё-таки продали. Блядь, надо было лицо показать и всё. Да хуй ты расстегнёшь это в ПП-3, блядь. Ну, ты же в итоге расстегнул как-то. Нет, нет. А как тебе продали? Мы поругались и нам продали потом. Ну, я в итоге... Тебе компенсация, что ли, какая-то? Я не знаю, они испугались. Цена бухла. Нет, ну, они увидели, что мы серьёзно намерены... А вы взяли что? Бухнуть? Нет. По нам прямо видно, что мы прямо пришли с маленьким ребёнком и вот с таким вот другом, который, возможно, ваш сын. А может, и внук хрен его знает вас, малолетовый. Ну, продавщица просто такая, если вы за это драться готовы... Так, что вам? Он. Пиво. Нулёвку. Да, грейпфрутовый Шофенхофер. Пиво. Две банки. Акция есть? Плюс один. Бля, я потом ещё полвечера сидел такой... Бля, сука, может, его поискать нахуй где-то, бля? Сука, завтра жена, пойдём туда опять. Будем его ждать, блин, отместить, будем мстить. Ну и как? Да никак, блядь, просто посидел, повъёбывался дома в стену. Серёжа, и он в зале! Жёстко не отнесётся. Он сейчас тебе просто цветы несёт. Или того мужика. Второго. Блин, ну это вообще, и на карантине мы прям пиздец ругались из-за этого, из-за того, что нас заставляли снять маски, и мы прям вычитали в законе. Оказывается, снять маску тебя может потребовать только полицейский, и то только в случае массовых беспорядков, если ты участвуешь в массовых беспорядках в маске. Если тебя задержали, тебе говорят, сними маску, ну типа там балаклаву какую-то имеется в виду. А вот про эти маски вообще они не успели, видимо, ничего записать, и оказалось, что реально, и ты звонишь, допустим, в перекрёсток, а я звонил в перекрёсток потом, потому что я звонил, блядь, я жаловался, пиздец, вы что, я звонил в перекрёсток. Он позвонил на алкоголь просто, бутылка водяра звонил, блядь, орло, алло. В бутылку записку бросил и в магазин. Ты даже не представляешь, насколько я геморройный. Я однажды в Краснодаре на концерте в ресторане доебался до официантки, потому что она мне доказывала, что соус — это фрикассе. Я такой, нет, это не фрикассе. Фрикассе — это овощи тонко нарезанные. Она такая, нет, у нас это соус. Я такой, такого не бывает. И я прям заставил её позвать мне повара, чтобы он мне объяснил, почему это фрикассе. Он меня отпиздил. Потом опять тот мужик пришёл, блядь, не трогай балалетку, он так не вырастет! Типе его! Ну я вообще, типа, люблю позвонить вот в перекрёсток. И чё, чё, позвонил? Позвонил. Какой там телефон? У них есть горячая линия. 905. Подожди, ты просто заходишь, перекрёсток горячей линии, он сразу высвечивается, сразу хуяк от гугла. «Здравствуйте, блядь, меня вот так-то зовут, сегодня меня оказали физическое насилие». Ну я начал жаловаться там в перекрёстке, и они там по телефону такие «да вы что?». Они вот так разговаривают. «Мы же магнит, вы чего нам звоните?». «Да вы что?». «Прям так вам сказали?». «Мы разберёмся, какой адрес перекрёстка?». «Такой-то, такой-то». Ну это реально перекрёсток Ленина и маршала Зима. И чем закончилось? Ну, они сказали, что они проведут разговор, мы приходим в следующий раз. Они такие болтают. Стоят такие «Инга, как вы думаете?» Вот вчера был инцидент. Ну они сказали, что проведут разговор, мы пришли в следующий раз через неделю. Маску уже, опять я брал сигареты там, по-моему, уже, и маску уже не просили снять, но через неделю опять доёбывались. Я потом уже не звонил. «Ничему не научились они, да, Серёж?» Я устал бороться с этой системой, я клянусь, я больше не могу. «Ты прям боролся». Вы понимаете, я теперь понимаю Навального, ну серьёзно, понимаю, потому что, ну, вот бороться с бюрократией – это тяжело. Ну, прям тяжело. Вот ты звонишь им, они говорят, да-да, всё сделаем, Россия будет свободной. А потом приходишь… «А ты куда звонил?» «В яблоко?» «А потом приходишь в перекрёсток, и тебе говорят, снимите маску». «Так, блядь, обещали же, что будет свободной, что власть станет легитимной, а вы мне опять…» «Блин, я придумал, тебе надо было просто на маске напечатать нижнюю часть лица». «Так делали, на самом деле». «Насрать». «Ты не видел ВКонтакте?» «Нет, конечно, не видел». «Я ВКонтакте видел, так делали, но им вообще похуй». «Я заметил, что с масками не определились, самим понятием маски не определились». «Вы не видели вот этот мем-видео, где чувак снимает продавщицу и говорит, типа, там что-то продайте, она говорит, я без маски не обслуживаю». «Он переводит на себе, он стоит в балаклаве». «Ты не видел?» «Нет». «Но он стоит просто в балаклаве, в маске. Она говорит, я вас без маски не обслужу». «А, он должен был ещё сверху маску?» «Ну я не знаю, он говорит, а я в чём?» «Она говорит, вы не в такой маске». «Вы в моей. Гони деньги, сука». «Я просто не знаю». «Ты же продавец, а я покупать». «А вы купили? Я, кстати, сошёл с ума и купил себе 700 штук масок домой. «Чего?» «У меня дома 700 масок». «Нет, у меня есть одна маска, она уже рваться начала. «Нет, нет, я купил 700 медицинских вот этих вот». «А я купил одну, чёрную, просто маску». «Не медицинскую». «Её вроде надо стирать, но я не стираю». «Я на самом деле…» «Там два фильтра мне давали, два, ни разу не стирал». «Я просто вот на случай самолёта там или чего-то». «А, ну так, чисто чтобы штраф не выписали». «Ну да, не, чтобы пустили в самолёт». «Ну часто в аэропорту, типа, наденьте маску». «Ну не только в аэропорту». «Я соблюдал все вообще рекомендации, все эти, как это…» «Рекомендации». «Всё вообще». «А потом, когда я приехал в Москву, у нас были съёмки, мы начали снимать, и я приезжаю, я надел перчатки, я вот ехал в поезде, подъезжаю к Москве, надел перчатки…» «Серьёзно?» «Всё, выхожу и ни хера, вообще никто не в масках, никто не в перчатках, я думаю, да какой смысл? «В новостях, значит, пиздят нам, получается». «А я всё, я жил с ощущением, что эти…» «Отменили QR-коды сразу же, как я приехал». «В смысле, а их вводили, что ли?» «В вас вводили?» «Нет». «В новостях говорили, вводили». «Я четыре дня назад уехал, ещё не было…» «У нас-то не было ничего, у нас тут все спокойно…» «У нас одна зона». «Слушай, я вообще не понимаю, что у вас тут в Питере происходит, почему вас вообще хоть как-то стращают?» «Потому что, ну, типа, когда в Москве, типа, 7000 и Собянин такой…» «Всё! Мы всё победили!» «У вас тут 400 человек и все сидят, блядь!» «400 человек плюс денег, всё-таки нет, никаких ресторанов». «А в Москве все…» «А вы здесь сидите, блядь…» «А потом, когда в Москве уже все вообще обнимались и целовались…» «У вас, типа, ну ладно, на улице пускай сидят в Питере все». «Ну да, типа того…» «Из Москвы сюда приезжали тусить люди». «Да, так…» «Что?» «Да». «Из Москвы сюда?» «Да, конечно». «Почему? Там же можно было тусить?» «Нет, ну там нельзя». «Можно». «Там…» «Нет, подожди…» «Ты хочешь…» «Я просто свалил!» «Хочешь сказать, ничего в Москве не было закрыто?» «Нет, было. Просто у нас раньше открыло всё?» «Открылось всё?» «Так нет, у вас и раньше и закрылось. Мы сидели под каст, я помню, ЧГК вот здесь записывал…» «Ага». «И я помню, сам Вэл ещё такой…» «А не кажется вам, что это всё придуманное?» «И как только началось…» «Он первый уехал на дачу сразу со всей семьёй, где сам был?» «Он на даче». «Уехал сразу через неделю». «Подземный». «И у нас, да, это, в принципе, последнее мероприятие было. Мы закрылись 28 апреля или что-то такое». «На самом деле, те, кто на дачу уехал, вообще завидовал всем, потому что я сидел на карантине. Мы гуляли вокруг дома, и в какой-то момент дочка такая, «Может быть, хотя бы вокруг второго дома тоже начнём ходить. Чего мы вокруг одного ходим?» «Ну, если хочешь развлекаться, давай». «У тебя многоэтажка, да? Большой дом. Сколько подъездов?» «Ну, типа, подъездов 10». «Ну, смотри, чтобы обойти один дом, тебе сколько? Ну, сколько?» «10 минут, да». «А если человек на даче, у него дом-то небольшой». «Не, ну там ты можешь…» «Он за минуту его проходит, понимаешь? Ему хуже в 10 раз». «Так он на даче пошёл в поле». «У траншеи уже вокруг дома, понимаешь? Он всё ходит кругами». «Я не знаю». «Так что ты ещё, знаешь, попутешествовал». «А вы что делали на карантине?» «Я соблюдал все меры». «Я соблюдал все меры». «В смысле, вы сидели, блядь, и соблюдали все три месяца?» «Не, правда, я вот сидел дома, семья всегда сидела дома, где-то два месяца». «И ты тоже дома сидел?» «Не, а что вы делали дома?» «Я сидел, писал сценарий второго сезона, весь карантин». «А ты?» «Я писал сценарий второй волны». «Можете спросить, чем всё закончилось». «Блин, а мне так тяжело было, мне так тяжело было…» «Ну, кстати, про маски, знаешь, какое наблюдение? Потом мы с семьёй, близко было лето, мы решили уехать в Екатеринбург, на Урал к бабушке. Она там живёт, там деревня, глушь, там чистый воздух, там явно этих нет. И вот мы выбираем самолёт, куда хотим сесть и полететь. Я звоню и спрашиваю, скажите, пожалуйста, какая у вас рассадка в самолёте? Вы сажаете в шахматном порядке или как-то?» «Нет, сажаем всех под одну гребёнку». «Хорошо». И когда ты заходишь в самолёт, тебя проверяют маску, температуру, перчатки, прызгают тебе этим санитайзером. И стюардесса, и капитан говорит, обязательно весь полёт будьте в маске. Через 40 минут начали разносить еду. «Надо было впитывать рыбу через ткань». Там сидела женщина напротив, она была в недоумении, как ей есть этот мюсли батончик. Раздали мюсли. Я ожидал, что она просто возьмёт и сквозь маску… Я так делал, когда… Все же сняли маски, сразу же, чтобы поесть, захомячить. Да, конечно. Мюсли нихуя себе халявные. И один мужик, я помню, как будто говорил, «А я же говорил». Это который сидит без маски, всех пропускает, говорит, лохи, лохи. Всё равно потом всё снимите. И вот в конце, «Я же говорил», и чапкает мюсли. Блядь, ладно бы ещё чуть-чуть. Я на самом деле так и делал. Когда ещё никто в России не верил, у меня… Даже Рюрик? Православненько. Никто ещё не верил в Христа Животворящего. Значит, у меня был концерт Читей, я ехал через Благовещенское, вон там… Там Китай через дорогу. И мы приезжаем, я первый раз там увидел вообще всю эту хуйню людей в узака, вообще во всей этой истории. И страшно стало. И мы заходим, у нас там два часа было, чтобы вылететь в Читу из Благовещенское. И там кафешка вот это, провинциального аэропорта. Знаешь, когда ты сидишь, и там, ну вот в меню, типа вот сосиска с пюре, вот так перемотана полиэтиленом. Там вот эта тарелка… Видел? Ну вот такая… Полиэтилен аппетитнее, чем пюре. Ну да, вот такая… Когда полиэтилен приминает пюре. Да, и там ценник, типа написано, второе блюдо, бля, ты такой, да хуй с ними, пускай будет по-вашему. И я смотрю, ну и там пиво только китайское, только китайское в холодильнике пиво. Я не знаю, каким-то образом. Я купил это пиво, и у меня была вот эта, знаешь, как на сноуборде катаются вот эта штука, я через неё пил пиво сидел. Ну просто я так угорал. Через ткань? Да. Ну она просачивалась. А ты один был в этот момент? Нет, там… Это нужно понимать, угорал ты или нет? Или ты? Или ты так угорал. И тебя в перекрёстке заделок и помутузили. Да, вот это угар. Ты сидишь и один такой… О, щас приеду куда-нибудь и в перекрёсток пойду. Ох, я устрою. Так это ж самое охуенное… Разве это не самые охуенные приколы, когда ты сидишь и сам смеёшься? И люди такие… Чё происходит? Такой… Да блин, там мне только смешно. Я вам даже не расскажу. Это самые прикольные приколы, нет? Конечно. У Владимира Соловьёва вся передача на этом, в принципе, основана. Гляб, на цире он же один там сидит. Вообще сидит. Это он сидит, прикинь. Ребят, вообще, как вы вообще все с ума посходили вообще? Как только вот… Видимо, реально из-за того, что все дома долго посидели, прям негатива столько, люди агрессивные стали, все начали что-то конфликтовать. В перекрёстках ходить. А кто? Эй, подожди. Слушай, на самом деле нет. Меня хотели побить. Не надо меня агрессором выставлять. Ну подожди. Я защищался. Я всего лишь хотел бухнуть. Ну так… Все хотели бухнуть. И продавщица хотела бухнуть. А вы бухали на карантине? Очень сильно. Я серьёзно, у меня всё было куплено. Даже то, что я не пью ром. Я купил ром. И просто с ума сходил. Ты тоже один из этих, которые заезжают в Ашан и такие… Да нет, да. Ром Барбадос? Это где? Подожди. А чё это… Капитан Морган ещё и чёрный бывает. Спайсит? Ничего себе. Спайсит? Это же вроде запретили спайсит. Вы чё? Видишь, в ром добавляют. Не, я только вот не делал… Ну мне кажется, это бред, когда вот бухали по скайпу люди. По зуму, да? Вообще. У меня один раз женат с подружками, был девичник по зуму. Ну она побухала там, шампанское. Ну и как бы всё. Ну это зато прикольно. Да, у подруги была свадьба, назначена на период, когда карантин. Уже объявили. И она перенесла свадьбу на вот осень, но девичник остался. И они решили в зуме его отпраздновать. Я всё ждал, когда стриптизёр начнёт танцевать там где-то. Просто как веб-камера членом. Так зачем? Я лазил долго. У-у-у! У-у-у! Они там… Такая… Просто морщина такая. Так он мог просто пальцем вот так и типа… Девчонки, это член! Просто палец показываешь? Да, да. Это член, девчонки. Блин, на самом деле, ну прикольно. Зато ты, получается, сидишь, бухаешь, раз набухался, раз вышел из чата, всё, секунда, ты в кровати. У меня знакомый в Москве, он так бухал с друзьями, они договорились купить 0,7 водки. И вот прямо показывали друг другу в камеру. Вот она запечатанная, мы купили. И нужно было досидеть, ну то есть до конца. То есть надо выпить 0,7. У каждого 0,7. У каждого 0,7. Каждый сидит дома. Я говорю, чем закончил? Говорит, не помню. Но проснулся перед открытым ноутбуком. То есть просто 200 грамм и всё. Вот это, на самом деле, самая странная была история на карантине. Несколько раз прям набухивался в щи прямо дома. И ты просыпаешься утром с похмелья и такой, а что вчера было? И все такие, ничего не было. Ничего. Вчера был свято. Да, типа, вот здесь ты спал, а вчера вот так ты сидел, вот так ты наклонился, всё, что происходило. Всё, что происходило. Вот паук, видишь, он начал в среду спускаться. Сегодня он тут только, он никуда не смог убежать. Да, но зато как только обрезали все спортивные там фитнес-клубы и так далее, только все сели, я сразу такой, блядь, спорта хочется пиздец. Чё ж, блядь, закрыли-то, а? Если бы не закрыли, я бы ещё спорт, блин. Спорт — это я. А чё можно? Бухать можно. Бухать тогда буду. Ну, не закрыли же, верно. Пойду там тоже подраться какой-то спорт же тоже с дедом. Я подрался с дедом. Это были мои соревнования. У меня был бой с дедом. Тебе будет что внукам рассказать? В ароматном мире. Да мы с вашим дедом, блядь, на карантине. Блядь, я не знаю, мне было вообще очень тяжело, потому что, я не знаю, вот ты писал сценарий, вы как минимум как-то его там утверждаете или что-то там обсуждаете, а я пытался писать, ну, шутки. И я в какой-то момент сидел, я вот что-то пишу, и вот в моменте я такой, да нахуя, я же не расскажу их завтра и послезавтра не расскажу. А через неделю там или когда там, там через месяц, когда всех выпустили, я читаю и такой, а что это за хуйня, что я имел в виду? Я не понимаю, то есть у меня там были такие заметки, что типа, обожаю усматриваться в проказы бомжей. Вот такие у меня заметки были. Я после карантина вышел и такой, а что? Что я хотел сказать? Ну, я вот на карантине... Так это очень смешно. Ну, вот я вот... Карантин-то все сбрасываешь. Вообще, едь в тур. Просто. Одна шутка, прикинь, за концерт. Одна. И просто легендарный. И проказы бомжей. Ты много материала написал вообще за карантин? У меня вот есть... Я решил не разбивать... Я обычно разбиваю все по файликам, а тут я решил сделать один большой и прям писать все потоком в один, чтобы как-то их потом оттуда вычленять. И вышло, короче, там достаточно... И я пытался структурировать. По-моему, я забрал оттуда два захода. Вот, которые сейчас рассказываю. И все. И все. И вот все остальное я пытался катать, типа, проказ бомжей. И люди такие... Серега, что это ты имеешь в виду? И вообще прям у меня... Ну там, блядь, давай я тебе сейчас, блядь... Что, ты прочитать не хочешь? Я тебе сейчас вообще... Тут-то есть такие вообще... У меня там есть заход, который я говорил, что плохие эмоции... А хоть бы не нашел. Я боюсь просто описаться от смеха сейчас. Все, тогда и пошли вы в жопу, понятно? Не, ну подожди, ладно, стоп, подожди. Давай так, мы берем на себя вот эту ответственность. Мы готовы тебе предоставить наше сознание для того, чтобы ты проверил то, что вот ты писал на карантине. Ну вот, пожалуйста. Давай. Первый раз за 27 лет решил попробовать подрочить со смазкой. И... Подожди. Я просто... Просто... Просто для меня дрочить со смазкой – это что-то из американских фильмов, типа как арахисовая паста или бейсбол. Надо было там закончиться. Особо не изменилось ничего. Да, причем на фразе «Первый раз в жизни». Достаточно. Привет, Петрозаводск! Первый раз в жизни! Люблю псориазы бомжей! И просто... Ну зря вы так. Часто ли ты использовал смазку? Ну... Разве это... Подождите. Давайте так. Вы сейчас будете стебать. Разве это не попадание? Подождите. Разве это не попадание? Ну-ка похлопайте, кто дрочит со смазкой. Регулярно. Подожди. Эй! Лубничным лубрикантом запахло сразу. Здесь грейпфрутовый, здесь киви. Вот там вот ряд, ребят. Здесь просто гусиный жир. Нормальная тема, рекомендую. Никто не хлопает. Это фанаты из Киньки Сепа с гусиным жиром. Нет, ну реально. Ну вот видите, это же попадание. Четкое попадание. Просто не до конца сформулированное. А во что? Подожди. Что за попадание, что ты решил спустя 20 лет? 27. Ну вот была смазка, я что-то решил попробовать. Она чья-то была? Да нет. Это ты смазкул с чувака, который на концерте киша был? Подожди, подожди. У деду лопаток. Это та самая смазка, на которой ты разъехался лицом. Это она была? Это было в перекрестке. У деда, да? Торчало из кармана. Вы понимаете, как мне сложно? Это звезды комеди, блин. Мне вообще не дают слова вставить. Да нет, ну реально. Я просто помню, что я только в фильмах американцы смотрел, что они когда дорочить собираются, у них какая-то такая байда рядом. Они такие хуяк, раз-раз-раз. А теперь санитайзер везде стоит. Куда не зайдешь, у тебя повод. Имею право, смотрите, чик-чик, присоединяйтесь. И очень сильно жжёт. А когда жжёт, говорят... И больно, и сладенько. А когда жжёт, говорят правильно, жжёт, значит микробов убивает. Когда жжет, знаешь, это как... Ну, просто, я не знаю, я просто с детства, ну, как привык, вот... Да, по-сухому так. Конечно, ну, как наите я подсказал, или, там, 12, так вот оно и пошло потом. Ну, наите, а как оно? Ну, а как, у меня, допустим, в деревне не было интернета, не было. Я не видел ничего. То есть, я знаете, как первый раз подрочил? Я просто что-то руками махал, блядь, раз. Ну, я клянусь, у меня как-то так это... Поворачивал там мужик, о-о-о-о, ой, мимо шел. Спасибо, как тут тебя назвали, прическа? Малолетка? Малыш. Малыш. Ну, вот у меня так, ты что-то руками махал, раз, и, блядь, до свидания, поехали. Вот так всю жизнь теперь... Очнулся через 27 лет. А теперь вот смазка, пожалуйста. Не, подожди, стоп, это мы еще не прошли эту тему. Так и что, я в итоге... Мне просто интересно, почему это так тебя натолкнуло на шутку? На попадание даже. На попадание. Это же было попадание. Это типа клуб 27? Это попадание. Нет. Клуб 27 Сережа Орлова. Я просто всю жизнь привык вот так, а вот тут со смазкой оказалось, что ощущения не совсем стандартные. Ну какие? Это лучше, хуже. Ты был на рыбалке когда-нибудь? Знаешь, когда рыбу поймал, а она вот из руки постоянно. Вот то же самое. Ты хочешь сказать, что ты пару раз уронил член на пол? Да, примерно так. А ты крючок из члена доставал? Вот так вот прям. Короче, невозможно дрочить, как ты дрочишь. Ты как будто бы... Блин, я хренею, у тебя член вот так делает. А если это как? Бьется головой. Я на член смотрю, а вот такой член... И Сережа его глушит сначала. Получается, такая дрочка скорее как будто... И жена подсачек сразу подставляет. Вот так, есть. Дрочка получается похожа на то, как вот, допустим, шнур из старого пылесоса вот так. Ну ты постоянно соскальзываешь, это как будто... Ты как будто его пытаешься вытянуть. Типа, блин, слишком маленький член. Давай, будешь побольше теперь. Ох, конечно. А ладно, подожди. Да, Сереж, дело в смазке, да. А я понял настроение зала. Я сейчас проверенную шутку расскажу, они хуй смеяться будут. А давай проверим. Нет, ни хуй вы дождетесь. Сейчас, подождите. Можно долго ждать, но... Нет, нет, нет. Что при всем жестком религиозном режиме у нас в стране очень трудно понять, в кого на самом деле верят люди. Потому что они вроде как и говорят, но вроде как и непонятно, во что верят. Я как-то ехал с таксистом. Он остановился в Москве, создав пробку небольшую. Потому что рядом была церковь, и он крестился. И навигатор такой, маршрут перестроен. И таксист такой, сука, ебаный в рот. Мне теперь как изъебнуться, чтобы развернуться сейчас. И он обратным крестом вот так вот. Продолжайте маршрут. Обратным крестом. Обратным... Так и запишем. О, видишь, нормально. Сейчас соберем тебе концерт. Повешь, опять Петрозаводский извиняться. Извините, другой материал. Я не то вам рассказывал. Так, а ну-ка расскажите, что вы написали на карантине. Блядь. Я написал все успешное. Ну вот на самом деле... Ну ты Лапенко написал на карантине. Да, но мне было проще, потому что я вообще ни на что не ориентировался. То есть вот я думаю, я и с Чербаковым, по-моему, разговаривал. Он говорит, сложно было вообще, типа, выступать первые разы после карантина, потому что ты уже отвык от зала и не привык, и весь материал вообще непроверенный. Да, вот так у меня было. А мне-то не надо нигде проверять. Все, что я писал, это вот сразу уходит. Но у вас же номера. Мы, кстати, мы номера писали по скайпу вообще нормально. Просто мы все время по скайпу писали. Мы всю Бойную Лигу написали по скайпу и даже без видеосвязи. Мы вот так вот писали. Здравствуйте. Да, просто текст. Можно к вам войти? Ты пишешь. Он говорит, здравствуйте, по какому вы вопросу? Вот это вот так вот пишешь миниатюру. Правда. Одну мы нашли спустя пять лет. И это охрененно. Но я на самом деле сейчас поприсутствовал. Они, значит, Леша мне сегодня пишет. Мы соберемся в шесть часов перед подкастом, но надо пописать с Бандерасом. Приходит Бандерас где-то пол восьмого. Говорит, а где Леха? Я говорю, еще не появлялся. Леха приходит в восемь тридцать, говорит, что когда мы выходим? Я говорю, а вас с Бандерасом не будете писать? Он говорит, будем прямо сейчас. Я вышел пописать, захожу, они вот так сидят. А может быть, они вот так будут делать? Нет, все, что мы обсудили за сегодня, это не, ну там как бы что в этой идее, но там особо-то и нет ничего. Там есть пятнадцать одинаковых ходов, надо какой-то три оставим, а дальше какой-то слом. Вот и все, и ты зашел, сука. Сломал просто, понимаешь, процесс. А я зашел со своими заходами пиздатыми. У меня тут самый, кстати, большой заход посвящен тому, что в компании парней пердешь легиметизирован или как-то правильно, ну типа считается легальным, типа ты пердишь с пацанами в компании и все такие, ничего, нормально, нормально. Ну типа, ну типа, ну все, то есть когда ты пердишь в детстве, все смеются, ну типа заебись, а когда вы постарше и пердите, все просто кивают, типа, ну, пернул, да, ну типа, у нас как-то узаконенный пердешь в этом плане у парней. А я всю жизнь от этого страдал. Я даже в детстве помню, когда при мне пердели, я со всеми смеялся, но души я плакал, потому что мне это не нравилось категорически. Я такой, не пердеть, это интимная вещь. Ну, блядь, вот это, знаете, особенно когда сидишь, вот так пьешь пиво, и чуваки типа, и все такие, блядь, ну Саня пернул, хули тут поделаешь. Ну хули тут поделаешь, а что ты ему скажешь? А нельзя, кстати, знаешь, что есть странное, что нельзя сказать, Саня, ты что охуел, ты что свинья ебаная, мы тут сидим, блядь, пьем пиво, блядь, нормально в подъезде, ты, блядь, ты пердишь, блядь, кстати, в Питере так. В Питере так. Ну и слава Богу, что так. Аккуратно, я уже трижды почувствовал. Ну у вас-то у тебя было так? Сидишь, пьешь пиво. Не, ну у нас как, ну с одобрением, да. Ну с одобрением, вот в чем прикол, что парни одобряют, пердешь. Как бы, которые специально это делают, такие, ха-ха-ха-ха. Нет, у меня сейчас дети пердят на заказ, то есть они понимают, что это смешно, и младший разворачивается, он как бы понимает, что идет, он подбегает ко мне и прямо вот сюда. Прям в висок. То есть я это ему, ой, это топ для него. А у меня дочка, ну она сейчас уже понимает, что что-то происходит такое неловкое, но типа в 4 года она прям не понимала, то есть она пердела, и моя жена такая, Олесе, и она такая, что? Она такая, ты что сейчас сделала? Что я сделала? Она такая, ты что, пукнула? Да. И моя жена такая, ну ладно, хорошо. То есть это в порядке вещей. Пукнула и пукнула. Ну точно, она нам показала даже, типа, блядь. Мне кажется, надо сохранить это состояние на всю жизнь. Не, не, она потом... Приклим в Госдуме. Она сейчас уже начала, типа, то есть она сейчас начала испытывать неловкость, только теперь у нее неловкость переросла, то есть она пукает, такая, это ты. Ну типа вот так. Она пукает, такая, ты что делаешь? Ты что? Я такой, блин, ты что обалдела? А жена, кстати, охотно верит, что это я пержу и скидываю все на нее. Блядь. Я не знаю, вы понимаете, я, ну типа, мне никак не доказать, то есть я же не, типа, я говорю, да это она пукнула, и жена такая, да, 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 я же не сяду с ней, серьезно, типа, я тебе клянусь. Я клянусь тебе, я не пердел. Ну, кстати, иногда обидно, да? Иногда... Камеры было поставить? Вот эти вот... Типа лизаны, как у хищника, когда... жене, чтобы она всегда ходила. Прикинь, поставим тепловизор, а там, оказывается, у жены пиздец. Просто такое, пацан. Мы такие, ах ты, знаешь, это ты убийца! Из той же серии, когда в бассейне нельзя как бы ссать, потому что будет проявляться. Я помню, мы в Орленке были в лагере, и наш отряд привели купаться, и всех выстроили и сказали, ни в коем случае вы не мочитесь в бассейн, потому что здесь реакция на мочу, сразу будет пятно, и придется спускать бассейн, менять воду, и, ну, типа, это будет стыдно, все вас будут ругать. А мы плаваем, 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 и ко мне подплывает чувак, такой говорит, можно, я проверил. Все-таки, да, и вы... и ты такой, что, и он давай сосался с тобой. И ты от этого слышишь, там пятно, и тебя как бы увольняют, 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 из детей, меня уволили из детей. ты больше не ребенок. Ты старик. Иди, пей малолеток в перекресток. Только старики ссутся в бассейн. Пошел вон. Я, кстати, ни разу не видел, что пятно пошло. Есть вообще такая тема? Я ни разу не видел. Есть работники в бассейне? Мне кажется, это такая же легенда, как и коронавирус. И вот уже этого пятна не существует. Всем напиздели про пятно в бассейне и про пандемию. Прикиньте, у них уровень. Они сначала такие, ну про пятно же повелись. Давайте попробуем помасштабнее. Классно. Я кашляю. Ну ладно, что вы, не бойтесь. Я завтра в Москву еду. Вы тут поболеете. Боитесь болеть, кстати? Ну и правильно. Кто делал на дому тест? О, блядь, я делал. Вы делали? Откуда все? Никто не болел, тесты не делали. Я делал. Они отсюда не выходили и не уходили. Они здесь сидят, и мне не надо ничего сдавать. Это с подкаста, с ЧГК. С апреля люди сидят. Я делал. Ну это жесть какая-то. Я не выдержал. Я даже не знаю, можно ли говорить. Ну ладно, скорее всего можно, ничего там нет. А Незлоп мне предложил сыграть в его сериале, он снимает сериал, и он мне предложил сыграть в него в сериале роль комика-гея. На что я охотно согласился. И я когда, я Незлоп пару раз сказал, Незлоп, ты в курсе, что я прям вообще не актер? ну от слова я вообще не гей. Я актер. И он такой, нет, 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 там ничего такого не надо будет делать, ничего там такое. Я говорю, ну то есть, ну я прям сыплюсь на первый же съемок. То есть у меня было две смены, и прям на первой же фразе типа я прям, типа мне надо было сказать, а когда мы выходим выступать, и, ну я вот так ее и говорил, типа, когда, ну вот это, знаешь, я был из разряда вот этих актеров, типа, плохо ей, рожает она. Вот этот, ну, вот этот актер. А я еще и гей. И мне подходят такие, ну у меня там роль, типа, ты типа гей. И я такой, ну типа, я условно был такой, я гей. Люблю я мужчин трахать. О-о-о-о. Ну вот такой я отвратительный просто. Да, но я... То есть не пыльная роль. Да, а еще знаешь, что самое страшное? Я никогда в жизни не снимался в кино, и тут я, получается, приезжаю первый раз на смену, мне показывают, там вот этот, заводят меня в грим-ваген, там, мне делают этот грим-прическу. Грифгея знаменитый. Да, да, да. Киношный. Вот этот вот сразу дают вот хуй в рот пососать. Ну так, чтобы я так сразу... И домой отправляют. Со словами ты не подошел. И я сосу чисто, и такой... Незлоба, я правда буду сниматься? И Незлоб такой, конечно. Такое странно, что съемочный павильон у тебя в квартире в Патриках. И мне приходят костюмеры, подбирают одежду, и там вот это все по рации, типа, актер здесь, ну вот это, значит, все серьезное. И потом мне дают этот сценарий, на котором в семь фраз, семь фраз, и передо мной идет сцена, где актеры отыгрывают, и доходит моя, вот это, одна из семи фраз, и я сразу же все посылаю в пизду. Всю сцену, типа, и они такие, стоп! Саша, можете на секундочку? И Саша им такой, да, сейчас он разойдется там, дайте ему это, я прям все силы собрал, и они, ну, в какой-то момент, они прям, ну, такие, прям, меня даже похвалили, типа, ну, даже неплохо, типа, сделал. И осталось еще пять смен, самые ключевые, где я должен был сниматься на сцене, за зрителем, то есть был момент, где я прям играю комика, который выступает. И я просыпаюсь и понимаю, что пизда, мне очень плохо, я иду прям, знаешь, вот этот ополаскиватель для рта, он очень мятый сильно пахнет, и я прям его, нихуя. И я такой, ну, все, вот моя кинокарьера закончилась, звоню незлобой, говорю, так и так, он говорит, блядь, а там в главных горолях, Лена Новикова. Ей уже пиздец сколько лет. Ну, она в зоне опасности, короче, вот я к чему, Лена Новикова, ей уже полтинник, ну, как бы не до игрушек. А у меня с ней контактные сцены. И я говорю, он такой, ну, сейчас мы к тебе отправим врача с площадки, с нашей. Приезжает врач, маска вот тут, блядь, он сидит, блядь, привезет, привезет вот эти два теста, открывает, берет у меня два теста, вот эти, которые кровь капают, типа экспресс, делает у меня два этих теста, и такой, у тебя отрицательный, но эти тесты полная хуйня, если честно. Они вообще непонятно, что показывают. Ну, здесь отрицательный, но я тебя на площадку не пущу. Ну, и все. Ты кровоточишь. Ты там все зальешь, и гемотилия. Ну, и меня не пустили, и вот закончилась вся моя история. Ты не снялся? Я снялся две сцены, и... А дальше тебя нарисуют. И дальше взяли другого чувака, который настоящий актер, будет играть комик о ге. Я останусь в сериале, эпизодами там меня покажут, но там уже я буду не ге, я просто, типа, комик на фоне, типа. Это знаменитая роль. Ну, типа, там... Многие с этого начинали. Главный герой что-то делает, и я, типа, возле сцены жду свой выход, типа. И то, блядь, я даже это отыграл вот так. Типа, типа, ой, скоро мне выходить, выступать! И только здесь такие сыграл, да? Да, и сразу, блядь. Ну, я вообще не знал, но на самом деле я спрашивал, типа, я у него спрашивал, я говорю, мне надо будет целоваться или какая-то штука такая. Он такой, нет, так не надо. Я такой, тогда готов. И то, я бы поцеловался, если бы была у меня, если бы я смог. Я просто понимаю, что я не смогу. Просто не смогу. Сможешь? Нет. Сможешь. У тебя и смазка есть. Ну, я не смогу. Не, подрочить, подрочить, кстати, мне кажется, проще, чем поцеловать парня. Парню подрочить проще. Ну, что там взял, блядь, что ты руку пожал, блядь, что... Ну, смешно. Он себя показывал вот так вот, чужакам, типа, что? У себя он боролся. У него явно очень сильная близорукость. Очень сильная. Но у меня до поезда еще минут сорок, парни. Что? Подвезите? Нет, в смысле, можем попробовать всегда. Не, ладно, на самом деле, я в этом плане, типа, ну, мне похуй. Типа, я бы, если бы мог поцеловаться в кадре, я бы поцеловался. Потому что я вот как этот, как слос, блядь. Вы знаете эту историю? Вы не знаете эту историю? Дэниэл Слосс. Знаете Дэниэл? Знаете Дэниэл Слосса? Для тех, кто не знает, Дэниэл Слосс, это достаточно популярный американский комик, но он в Америке выступает, сам он шотландец, но он, у него несколько спешл авто Netflix, и он такой, достаточно популярный тип. И он выступал в Москве, я его разогревал, и он выступал в Москве. И после, по традиции русских и шотландцев, которые пиздец любят выпить, а надо начать с того, что я когда зашел в гримерку, ничем эти шотландцы, блядь, от наших Лехи и Васи не отличаются вообще нихуя. Они сидели, блядь, уже до концерта два часа, оба в говно, вот прям сидели уже, у них там, ну они пьяные достаточно были. И, значит, он выступил, дал концерт, и мы поехали выпивать. И, значит, выпиваем водку, вся вот эта штука, на пасачок, блядь, ну вся, типа, скажи пизда, он пизда, и все, ебать, шутки. Ну, классика, короче, вся вот эта, типа, а ты теперь скажи пизда, пизда, блядь, ну, короче, красиво сидим, отдыхаем. И в какой-то момент я встречаю Пашу Залуцкого, внизу курил стою, и Паша Залуцкий, и еще один парень, кстати, питерский парень, комик, тоже гей, и он тоже гей, как Паша Залуцкий. Вы не знаете Пашу? Паша гей, если что. Он тоже гей, как Паша, не потому что, а что вы посмеялись-то, а? Ибо гомофобы. И, значит, я говорю, вот там Слос, и он такой, да ладно, серьезно, он здесь, я говорю, да, пойдемте познакомлю, они такие, можно? Я говорю, да вообще с удовольствием, мы поднимаемся. Я говорю, типа, Дэнил, вот это Паша, первый, наверное, открытый гей на российском телевидении, там как-то их представляют. Я говорю, ну все, я на Пасашок и поехал. Мы выпиваем все вместе, я, Дэниел Слос, Паша, вот этот питерский парень-гей на Пасашок, я сажусь в тачку, еду домой, и первое, что я вижу, типа, семь сториз подряд от всех комиков, которые там были, где Дэниел Слос просто через минуту сосется с этим питерским парнем-геем. Я такой, блядь, да почему я все пропускаю вообще? И я только на следующий день узнаю, говорю, как вообще, что произошло? И они начали разговаривать про гомофобию в России или что-то еще, и Слос такой, да мне вообще похуй, я настолько не гомофоб, что могу прям с тобой пососаться. Типа, веришь? Он такой, да. Веришь? Такой, да. Ну давай, иди сюда. И типа, и они начали сосаться, ну типа, причем сосаться не, типа, а типа, сосаться, блядь, ну, прям, я не знаю, целовался ли я так когда-либо в своей жизни. Ну типа, вот знаешь, как типа, камьё, долор, сэнерта, блядь, как в Диком Ангеле, я вам клянусь, вот так сосались. Ну и вот, потом он уехал, и не было от него сторис 4 дня, потом он уже где-то в каком-то европейском городе, типа, hello, I'm Benil, я такой, да, знаем мы тебя уже все. Ну вот так. Питерский парень, да? И питерский парень там сзади, с голой жопой Дэниел. Ну я вообще, ну то есть, вот он так может, у меня так не получилось бы, я бы не смог, я не знаю. Вот смотри, вот, если кто-то сможет из вас, похлопьте парня, кто может поцеловать парня в засос. Вот по приколу. Ну по приколу. Я не говорю, что вы там, вы можете быть натуралами, ну кто может? Ну вот видите, не так это и просто. Они просто сосутся сейчас. Они не могут тебе ответить, они немножко заняты. Ну оказалось, видишь, никто не может. Я сосался по приколу. Серьезно? Нет, по приколу. Конечно, мы раньше с моим корешем все время сосались. Да не, не, не. В смысле? Нет. Ты хуел? Кореш, скажи. Да, мы пьяные бежали и... Это правда, мы решили в беге пососаться. Подождем. Нет, мы бежали пьяные от универа и типа в процессе решили пососаться перед охранником, который сидел в будке. И мы сосались как-то на бегу, очень сильно упали, я разбил себе руку. На следующий день экзамен. На следующий день экзамен был по детской литературе, я помню. Блядь, серьезно? Ну вот видишь, у тебя получилось. У меня просто физически... Так а что там уметь-то? Ну у меня физически не получится, мне сразу начнет отторгать мое... Ну там же у меня деревня внутри, она прям ногами начнет вырываться, блядь. Вот так из меня, типа, мне тяжело. Хотя я все понимаю, я всех уважаю, но вот не смогу физически. А кого ты уважаешь? Ну все ориентации, которые существуют. А, в этом плане? Ну тебя тоже уважаю. А какой я ориентации? Какой-то... Ну ты крутой ориентацией. Давай сосаться. Я, блин, просто крутой ориентацией. Клянусь, я деревню буду держать в себе. Ну? Она будет как рыба не пускальзывать. Я сосался. Ты тоже? Да. Да нет, подожди, вы сейчас не разводите меня. Я тебе даже больше скажу, я сосался, а вот здесь сидела моя жена и на это все смотрела. Это пиздец. Это правда. Блядь, я, конечно... Это было как бы, ну по приколу. Типа... Серьезно? Попробую слово, клянусь. Серьезно? А потом мы побежали. На утро я... На утро я у нее спросил, слушай, а как ты вообще... Да, мы были все пьяные, как бы, ну как-то ты... А как ты... Подожди, ты что? Ты что творишь? Серьезно? А как ты, просто сидел, сосался? Да. А жена что говорит? А, с утра. Просто она мне ничего не сказала. Она говорит, ну а что тебе, ты пьяный был? Мне было интересно, ты с утра вспомнишь или нет? Я вспомнил. Она говорит, а я-то нет. Не, нормально. Ну как, понятно, что было просто какой-то общий вакханал веселья. Ну, что там. Всякое бывает. Не, ну я... У нас еще не было детей, могли себе позволить. Я много раз веселился, но я не помню, чтобы хоть раз я был близок. Не умеешь ты веселиться. Блин, хорошо, что я с вами теперь знаком. Да. Мы же не зря втроем собрались сегодня. Мы можем тебе показать Петербург. Кстати, там же был еще чувак, который он привез с собой, разогревный комик, которого Дэниел привез с собой. И он как раз таки выглядел так, как будто он в первый раз это видит, потому что они начали сосаться. И он на этом видео стоит такой holy fucking shit. И типа он прям вот такой... А у них этот концертный директор, женщина, лет 55, с тростью, старая такая. И она прям сидит такая Scotland. Она ей типа вообще поебать на них. Она такая, да, мы пускай ебутся хоть здесь вообще плевать. Ну типа не знаю, но я был, ну не знаю, блин, я не знаю, как... У нас были какие-то даже пару миниатюр, где вот если бы пососаться, это был просто разрыв. Да? Но мы не рискнули. Почему? Ну куда? Зачем нам разрывы? И так разрыв на разрыве. Не, ну вот помню, я что-то, вот помню, мы ржали, вот если бы... Даже не друг с другом. Да, там должно... Кто-то должен был прервать и не прервал. И там просто тянешься, тянешься, понимаешь, блин, сука, сука. Что-то, что-то, да, это было. Как ты долго молчишь. Не, а ты видел скетч в Сэнднет Лайф, где Джеймс Франко сосется? Не, не видел. Там прям очень смешно. Видели, нет? Есть... Да? Кто это? Ну это текст Франко. Джеймс, hello. Да, ну помните, это был прям очень смешной скетч, и я подумал, что у нас на телевидении это просто нереально. Да почему? Ну там прям он... там в этом-то и смех, что он очень долго сосется. Они просто с чуваком... Кто вот видел этот скетч? Напомните сюжет. Зачем хлопать? Ладно. Ну, типа, а вы должны были сосаться друг с другом? Ну мы просто придумали миниатюру, там, где вот... Да ладно, не помните, блядь, вынасиваете, как золотой номер до сих пор. Типа, блядь, когда вообще... Когда вообще все пойдет по пизде, тогда выложим все карты на стол. А вас вообще как сейчас? Когда по пизде пойдет, выложим. Сейчас еще пока нормально. У вас вообще, кстати, как сейчас карьера в комедии? Все в порядке? На взлете. Просто мы... Ты на поезд, а мы на самолет. И улетаем просто туда. Нет, ну серьезно, вы как вообще, как сейчас процесс происходит? Вы находитесь сейчас в каком-то творческом подъеме или ступоре в плане написания номеров? Или все так? Сложно об этом говорить. Съемки же отменили во время карантина. То есть, грубо говоря, последние съемки были в марте. В конец февраля, да. И мы первый раз все увиделись в сентябре. Недавно. И все такие охренели, блин, а как это вообще тоже выступать? Мы что-то один номер сняли. Нет, мы показали один номер на обкате, приехали все на съемки и у Харламова ковид оказался. И всех опять отправили обратно. За 10 минут до того, как людей пускали, просто нам сказали, не торопитесь переодеваться. Да, мы с Бандерсом репетируем, стоим. И все, мы такие... А что делать-то? Все? А у нас еще не готовы были номера, мы такие радостные. Ура! И поехали на Москву. А я был на этом обкате, который до съемок у нас приходят проверочные вечеринки. Я участвовал в трех номерах с Харлой, который все номера вот так вот со мной. Ааа! 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 То есть я явно подцепил что-то. Ну явно. В итоге нас всех в клинику, все сдали тесты, у всех отрицательное, Харла только один. А ему плохо прям было? Нет, он нормально перенесся, на самом деле. Блин, я вообще на самом деле всегда... Знаешь, вот ходят какие-то Вася, там твой знакомый, Петя болеет. Но потом тебе говорят, типа, Харламов болеет. Ты такие, блядь, ну если даже Харламов. Если даже. Тогда, наверное... Да, ну типа, знаешь, у меня недавно друг говорит, я по-настоящему испугался первый раз ковида, когда узнал, что Роналду заболел. Я такой, почему? Он говорит, ну нихуя себе, Роналду заболел. У него же золотая гортань. Там же ничего не должно оседать. Там же... Роналду... Там не может быть 5% поражения легких. А есть у вас... У Роналду такие легкие, что он поражает ковид сам. Ну может быть... Прикинь, у Чака Нориса вы ковид нашли. Все. С ума бы сошлись. Я, кстати, не люблю футбол. Я только недавно узнал, что вот Роналду и Месси оказывается, это какие-то просто, ну типа, можно всех убрать из футбола и вот эти чуваки останутся и все будут заебок. Ты такие, сегодня Лига чемпионов играет Роналду против Месси. Ты такие, вообще смотрим заебись. Еще больше будем смотреть, остальные убирайте, вообще не надо. Кстати, знаешь, кто утверждает, что вот если убрать Роналду, ой, всех, кроме Роналду и Месси, они будут все. Это люди, которые не разбираются в футболе. Я не разбираюсь в футболе. Я настолько не разбираюсь в футболе, я тебе клянусь, у меня есть ощущение, что Лига чемпионов всегда, всегда. Вот я у кого не спрошу, типа, сегодня Лига чемпионов. Я такой, ну, хорошо, ребят, посмотрите. Пацаны, может в кино? Нет, ну вот у меня, я тебе клянусь, у меня реально... Дорогая, дети спят. Подожди, ты чего ж, актер Олимпиакос? Ты чего? И есть вот отдельные моменты, когда Лига чемпионов сприняется чемпионатом мира, и тогда я уже вижу, что там уже флаги, а не клубы. Я такой, ну, ребята, удачи посмотреть, отлично провести время. Крыльцо бара, которое мы сегодня с тобой обсуждали, это один из лучших баров мира, и вот так, и вот так, просто две кучи блевотни, вот так, и дверь. Ну, то есть человек вышел, ебанул сюда. Один человек? Ты уверен? Сто процентов, одинаковый цвет был. Нет, это вышел один человек, и он так сделал так, но у него просто... Из настрей, из настрей просто полилось, как в мультиках. Решил соблюсти этикет. Нет, может, брат-близнец, может, они одно и то же будут. Если человек ест то же самое, что другой, блевоты одинаковые. Я просто вот что, я еще хотел... Блевотный эксперт Антон Иванов. Добрый вечер. На Россия один. Добрый вечер. Двадцать. Тем более, если они... Идет доктор Мясников, потом блевоктор Иванов. Блевоктор. Короче, я вот еще что хотел спросить. А вы, ну, была у вас, вот когда вы камеди, вот сейчас за последнее время, вообще прям такое отвратительное выступление, что прям, блядь, ужас вообще. Или уже давно такого не было? Ноль, когда просто звенящая тишина. Либо звенящая тишина, либо прям... у нас был такой случай, это не касалось камеди, мы, когда еще у нас было трио, мы делали обкаты, проверочные вечеринки в Петербурге, четыре концерта делали, чтобы из четырех концертов собрать один и уже поехать в тур по России. И вот на одном из концертов в Петербурге мы задержали буквально там на пятнадцать минут. Мы вышли, здороваемся с залом, общаемся, на переднем ряду сидел парень. Он, ну, как бы сидит, темно в зале, ну, вот так примерно, кого-то видим, ну, как бы. Мы просто выходим, музыка всем, мы входим, привет, привет, Питер, вот, кто был на прошлом концерте, ну, что, мы рады вас видеть. И в этот момент этот парень делает вот так. Он на переднем, под сцену, все, стекло, прям вот так вот. Это, привет! Бла! Мы там начали, мы начали что-то показывать, мы ржали, такая реакция, вот этот сенс. Да, то есть, спасибо, вы нас ждали. Сразу же не понравилось. И вы вас ждали. Типа, реально, абсолютно. Он очень сильно наметал, встал, он потом пошел, еще его что-то на дороге вырвало. Его забрали. Его уводили, да, он там бро! Это, походу, тот чувак, который в меня спиной уебался с концерта «Королинка». Там оказалось, что парень очень хотел удивить девушку свою, или не свою, еще будущую. Типа, да смотри, сколько ему, бля, смотри, это я у Эль Копита соблевал. Короче, он хотел удивить и подарить ей билет на наш концерт. И это было, как бы с утра, он начал очень сильно переживать. Прямо переживал, но бухал. И набухался к концу вечера, что метнул. Ну это, кстати, вообще... Мы его потом нашли. Реально? Да. Мы подарили ему билет на следующий концерт. Серьезно? Да. Ты же все пропустил. Да, мы его в группе в своей нашли. Да, он там, да парни, да чего там. Я так перенервничал. Я так перенервничал. Единственное, я не помню, девушка это ушла с ним или же она осталась сидеть? Я вот этого не помню. Вы же не знали про эту девушку? Мы этому не шутили на эту тему. По-моему, она сидела. По-моему, да. Просто никто не выходил больше, кроме Соболя. Он вышел и все, не вернул. В трио. Есть какое-то напряжение насчет Соболя. Чувствую здесь разрядка какая-то. Разрядка была у парня. Выплеснул сразу. Нет, ну это типа прикольно. Скорее всего, ну, очень смешно над этим рофлили и что-то сделали. На чем? Ну вот над этой ситуацией. Не, мы ржали, там было очень... Мы ржали весь концерт, как-то ее вспоминали. А вот прям вот дерьмо, дерьмо. Было? Когда статичная неловкость прям, когда прям... Знаешь, вот когда вот это капли пота ты чувствуешь по спине? Или это только у меня было? Когда я вспоминаю эти, блядь, проказы у бомжей. Не, не, были очень плохие концерты, когда я отрыванулся, когда мы летели во Владик. Это вообще, ну я тоже там блевал просто. И там, короче, я поел... Ты уже рассказывай про... Я поел в Муму. Я поел в Муму в Москве. И мы полетели во Владик. И мы еще договорились, что нам взяли неправильный рейс, тогда Трансайры летали. И Трансайры прилетают за типа два часа до начала концерта. Ну прикиньте, вот в восемь часов ты летишь, и ты сразу же на сцену. Дай бог ты спал всю дорогу. Да, да, да. Если ты не спал... Нереально. Мы говорим, не-не-не, берите Аэрофлот. Они такие, не-не-не, уже все Трансайры взяли. Мы такие, ну мы прилетаем прям за два часа до концерта физически. Просто невозможно. Смена поясов. Ну как бы это странно. Они такие, ладно, перенесем концерт. Мы такие, о, нормально. Они такие, попозже сделаем. И мы прилетаем. И я чувствую, мне как-то так зеленее, мне плоховато. Мы такие, сколько есть времени, надо полежать в гостинице? Они такие, не-не-не, сейчас концерт будет. Мы говорим, вы же сказали, перенесете. Они такие, не, у нас так не делается. Мы говорим, в смысле, мы летели с расчетом, что у нас будет хотя бы там, ну пять часов. Они такие, да подождут люди. Мы говорим, сколько? Ну сколько надо, подождут там, типа три часа, четыре. Мы такие, где? У нас так делается. Мы такие, где? А он такие, ну в зале прям посидят. Мы такие, вы представляете, что они с нами сделают, когда мы выйдем через три с половиной часа, когда люди просто сидели, а мы еще ну типа так себе в плане юмора. Мы такие, не-не-не, надо тогда ехать выступать. И еще я помню, мы параллельно едем, и нам звонит Сережа Скударнов, наш друг. И ты знаешь, у него там дают пластилин были в убойной лиге. Ну вы не помните. У меня не показывало после шести ТНТ, там НВК Саха включалась. И он работает на радио во Владике, и он звонит, говорит, ребят, заедьте к нам на радиостанцию, интервью типа. И мы ему звоним, говорим, чувак, мы не успеваем к тебе на радиостанцию. Он говорит, давайте я вас беру, короче, интервью по ходу. Просто по телефону звоните, и каждый передавайте трубку, что-то говорить. И мы едем, он там что-то сначала у Соболя. Расскажи про стендап в Петербурге, ты же основоположник стендапа, и что там. Там Соболь что-то говорит, а мы едем, и там начинаются вот эти во Владике, типа, ну не серпантин, но что там, холмы у них, сопки. И мне все хлеще и хлеще, я просто вот так вот уже не могу. И потом Бандерсу, алло, а чем для тебя славен Владивосток? Ну, мумитролем, там, ну, наверное, там что-то, там еще. И Бандерсу, и все так бодро рассказывают. И это прям есть запись, ВКонтакте выложен этот эфир. И, короче, доходит до меня очередь. И я, когда выхожу вот так вот, мы уже приехали, мы в гостиницу параллельно, мы просто едем в гостиницу. И когда мы выходим... Спать. Да, ну, типа, мы просто собрались. Там ее просто показали. Да. Соболь сразу поругался с кем-то, ему хлеб там мне принесли. Ну, короче, мы вот выходим, я выхожу из вот этого, что там, мини-вэн. Я выхожу, и он говорит, привет, Лех, как дела? И я не знаю, что могу сказать. Я говорю, мне плохо, мне плохо, мне плохо. Я продолжаю, на самом деле, дальше что-то говорить. Но у него оборвался эфир, и весь наш эфир закончился вот так. Он, да что ж, это было трио, ждем их с концертом во Владивостоке. И, короче, в итоге мне плохо, я зашел в этот, в душ, поблевал прям в душе, и еду обратно. В смысле, ты мылся и... Не, я не мылся, я просто блевал в душ. Я не стал включать ничего. Ну, как-то было очень странно, да, я помню. Ты блевал вот в эту штуку прям? Нет. Он ничего не включал, кроме терендиона. Я включал дельтаплан Леонтьева. Я, короче, да, я поблевал, думаю, ну, наверное, все. И едем обратно на мероприятие. Приезжаем туда, почему обратно? Мы там не были. Мы едем просто туда. Приезжаем, и я помню, я прям зеленый. А чуваки переживают, потому что, ну, там куча всего на мне. И если я выпал, как они будут показывать номера на двоих? Я прям просто лежу зеленый. И в гримерке не накрыто, ну, типа, не накрыт стол. Ну, то есть там ничего нет. И заходят два еще организатора. Они были еще какие-то такие. Я говорю, чего? А чего? Все нормально? У вас что, нормально? Я говорю, а, плохо, плохо. Ну, ничего, ну, сейчас, что-то это. А, подожди, так стол не накрыли. О, по райдеру. Так сейчас накроем. И они уходят и приносят колбасу, сыр и что-то еще. И я просто, бум, мне начинает тошнить. Я иду опять блюю. И в этот момент, встречайте, у нас гости, Трио Исан. И мы кое-как, я выхожу, и мы, я помню вот этот момент, когда ты просто забиваешь на все, настолько аккумулируется организм, ну, потому что тебе нужно выступить. И я выступаю, мне как-то еще софиты пригрели, у меня пот пошел. И я так, о, к первому, у нас еще два отделения, там, типа, антракт. Я выступаю, и нормально. Ну, и как бы, о, все отлично. Да, и так хорошо заходит, ну, не очень хорошо, там куча комментариев было, что мы ублюдки. Рева был лучше, я помню. Наблевали в моем душе. И мы от выступали, и где-то в антракте я там, типа, отлежался, и мне стало так опять плоховато, и все-таки второе отделение более-менее. Потом я сразу уехал куда-то спать, лежать, и поехали в ресторан и кутить там по Владику. Да вообще, судя по твоей истории, вы должны были закончить, и все остальные, ну, все, уезжайте, быстрее, 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 у нас так не делают, у нас сразу все съебываются, как только вы заканчиваете. Нет, а там дальше было... Тебе обратно по серпантину, опять радио звонит. Ну что, вы уже уезжаете, расскажите. У нас на самом деле был тур, у нас было три города, то есть мы в первом охренели, потом мы поехали в Хабаровск, где мы выступали... Не-не-не, это другой. Когда мы поехали в Хабаровск, где чувак, один из организаторов говно принес на ботинке к нам в гримерку, и мы такие, что-то хрень какая-то, типа, блядь, почему говно здесь? А там просто вот так размазано. Он принес говно, пошел мыть в раковине. Мы такие, это нормально. И когда мы пошли выступать, мы выступали, и в это время в нашей гримерке поймали вора, который пиздил из наших курток какие-то штуки, там, ну, какие-то штуки. Ведь мы славимся штуками в карманах. Это косяковские чудо-штуки. Полные карманы, чудо-штук. И, короче, там... Это знаменитые штукисты. Там, да, там началась какая-то драка, мы выступали и слышали, что в гримерке здесь, типа, какая-то там бойня. Держи вора! Да, и потом еще мы приехали в Благовещенск. Приходите в гримерку, ему там руки отрубают, типа, у нас так принято. У нас принято руки отрубать. И мы приехали в Благовещенск, еще мы как-то садились там с каким-то вообще просто... Не садились, мы в Благовещенск ехали в автобус. Не-не, в Благовещенск мы приехали, нам сказали, ребят, а, мы приехали из Хабаровска, нам нужно было 10 часов на автобусе. Они сказали, это хороший микроавтобус, на нем Би-2 ездили. И когда мы поехали, мы такие, так, наверное, они из Хабаровска в аэропорт ехали на нем. Ну, блядь, не в Благовещенск 10 часов. Потому что, когда я ехал, я в какой-то момент проснулся, и я понимаю, что мы едем только 2,5 часа. А я просто уже никакой. Смотри, Бандерсу так вот спит. Мы остановились где-то у ручья, я помню. У ручья мы там умывались и решили просто выпить очень много пива. Там продавалось яр пиво, я его нигде не видел, только в Ярославле, только в детстве. Мы напились очень много пива, чтобы хоть как-то заснуть. Приехали в Благовещенск, просто... В похмелье. Хоть как-то дать тягу в автобус. Я помню, я пришел, я говорю, слушайте, нужен массаж. Реально, можно на массаж где-то сходить? Я весь затек. Она говорит, хорошо, сейчас. И приехала женщина ко мне. Я лег, она начинает делать массаж, а я понимаю, прям хуево она делает. Она говорит, а у нас так делается. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. У нас так хуево делается. Короче, это оказалось просто одна из организаторов. Я потом говорю, а вы не массажист? Она такая, нет. Да, вот это было. И она такая, очень плохо мне сделала массаж, просто я там лежал на полу. Она такая, ну вот так. В каком-то моменте она такая, из последнего окошка посыпалась картошка. Побежали, побежали. Такой, блядь, тебе кажется, хуево делали. Ну вот такие, да, поездки были. Блин, это вообще, вы в 19 веке как будто выступали. Говно, вор, блядь. Вообще, нас кидали с и помидорами. Не-не, одно из самых первых выступлений, но это мы на самом деле много где рассказывали, когда человек, похожий на Карла Маркса в нас кинул. Это Ресо Гарант, я как сейчас помню. Траховая компания. Корпоратив Ресо Гарант, когда нам ведущий кричал так. Мы начали просто показывать миниатюру, какой там шпага была и что-то было, да? А, не помню уже. Там что-то была миниатюра, когда… Это было очень давно. Типа, что-то Лена, у меня для тебя подарок. Да. И что-то он давал, и вот так вот он берет. Да, спасибо. Там был гэк. Он говорит, типа, Лена, тебе подарок. Типа, у нас годовщина. Вот, я не забыл, тебе подарок. Тебе не слышно. Это сейчас пантомима была. А как я продолжил говорить? А зачем ты продолжил говорить тогда, если пантомима? Потому что ты все сбил. Ты вообще ничего не сбивал. Так и что ты делал? Что я что сбивал? Ничего. Там был гэк. Да покажи тогда гэк. Так что он сказал? Он ничего не сказал. Не важно. Там шутка. Шутка, как будто чувак дарит бабе подарок на годовщину. Как будто цветы. Она берет, достает. Он говорит, шпага. Он говорит, да. И она начинала. Он говорит, да, это тебе. И она начинала фехтовать и разрезала живот. И у того валились кишки. Он говорит, ой, что там, кровь. Это тоже мне. Ну какая-то там. Что-то я брала кишки. Спасибо. И я поворачиваюсь, и ведущий такой. Это жестко. И мы поворачиваемся. И какой-то человек, у него борода была седая. Они все там сидели. Манежка детского корпуса. И он так. В нас что-то кидает. И я вижу, что сзади в штору. Какая-то хрень. То ли колбаса. То ли мандарин. И мы ушли сразу. После нас пел скляр. На недельку до второго. А ты думал, из вабанка. И он в это время пошел и забрал, что кинулось. Вот это охуенная музыка. Блин, а я никогда, кстати, не выступал на корпоративе, чтобы после меня еще кто-то знаменитый выступал. То есть обычно, когда... Ты всегда хедлайнер? Ну типа, да. То есть меня пару раз заказывают на корпоративе, и всегда это, типа, ну, вот что смогли. То есть ни разу не было такого, чтобы, типа, блин, чувак, после тебя, блин, там Дима Билан. И я так, блин, круто. Мне всегда, типа, ну смотри, сейчас ты, а потом у ведущего конкурсы. Я такой... И я обычно на корпоративе так выступаю, что конкурсы ведущего ебаные, потом вот так воспринимаются. И ведущий всегда после корпоратива такой, блин, Серега, спасибо, отличное выступление. После тебя я вообще бог. И у нас один раз в Самаре нас в шкаф запихали. У меня даже видео есть, мы снимали. То есть суть была такая. Типа, мы сюрприз для именинника. И мы, причем, еще ввели это все. Втроем. Втроем. И мы, типа, сюрприз. И там фокусник. У него уже были выходы. И вот он сейчас, типа, мы совместили его программу с вашей. То есть он реально специально построил шкаф с двойным дном. С двойной стеной, как бы, да. Но он не знал, что у нас трое. И этот шкаф все время стоял в углу, вот здесь вот. Чтобы после его номера вы сразу... Нет. Все запомнили шкаф, стоит и стоит. А потом в какой-то момент он, хоп, открывается дверь. Ну, он говорит, да. То есть, ребят, вы, я, вы там начинали с танцев какая-то. Шоу, этюд, квартет, фэшн. Какие-то выступают. Потом выходит он и выкатывает этот шкаф. И, типа, он колдует, открывает. Нет, сначала показывает, что никого нет. Потом колдует, и там появляемся мы. Это он нам рассказывает. Мы такие, это надо? Мы можем просто выйти? Добрый вечер. Типа, начинаем день рождения именинника. Он такой, нет, нет. Магия, должна быть магия. Блин, и мы сели в этот шкаф, короче. Мы сидели, наверное, минут 20 в шкафу. Вот так вот мы стояли. Очень жарко. Очень жарко. Я теку просто насквозь. Соболь снимал, еще у меня есть видос сохранен. Он смотрит, как это нахуя мы вообще сделали? Сиди. А наша Нина снимала, как это выглядело со стороны. Она на GoPro просто снимала. То есть просто долго этот шкаф катит. Катит, нас трясет. Поворачивается. И в этот момент упала стенка. Я помню, нас начали крутить стенку, упала, мы ее хватаем, падаем, да. Он как-то открывает там что-то зеркало. В итоге он встречает тебя, пам, там что-то дым. Открывается, мы выходим, и вот такие лица. Добрый вечер. И все, и мы начали выступать. Просто бессмысленные были. Нашли, нас вели через кухню. Это был какой-то местный очень авторитет, у которого был свой колбасный завод. Оказалось, что у него фамилия Изумрудов. Было забавно. Колбасу презентовал свою, Изумрудное. В честь своего юбилея. Это где было? Кстати, ты сказал, что после 2 дня никогда не выступал Билан. Мы однажды выступали, и после нас выступал Билан. Это был день рождения на тот момент будущей жены Александра Киржакова, которая футболиста, Зенита. Ей тогда было 12. Нет, ей было 17 тогда, и мы выступали у нее вдвоем на дне рождения. И мы выступаем с Лехой, и настолько было тихо, ну то есть всем было настолько плевать, что мы делаем на сцене, что она сказала, давай на венгерском покажем номер. Ну то есть вообще плевать. Тишина. И мы говорили, до свидания, спасибо, Милана, с днем рождения. Никто на нас не смотрел. Мы уходим в гримерку и понимаем, что после нас Билан. И я помню, мы стоим, стоит Билан, и Леха к нему подходит и говорит, удачи. И через 5 минут мы решили заглянуть туда. Типа, ну как он поздравляет? А он наши миниатюры, прикинь, показывает. На венгерском. А он поет, и все просто кончают. Там просто веселье. Леха, почему ты нас так не говоришь нам? Удачи. Я, кстати, однажды выступал, но это был не корпоратив, это был концерт Липецкой какого-то продакшена молока, продукции молока, то есть завод. У них есть благотворительный концерт ежегодный, который называется «Молоко». И знаешь, где он проходит? На Кудыкиной горе она существует. Она находится в Липецкой области, я клянусь. На Кудыкина гора есть, она находится в Липецкой области. Гуглите, там я выступал. Обязательно. Сегодня же вечером. И там, кстати, когда приезжаешь, там все сделано, типа там Змей Горыныч такой каменный построен, такой железный, там не помню. Ну короче, там все. А хедлайнер не группа «Молоко»? Такая есть группа? Да, была такая. Вот это подъебка, жесткая. Ну я не подъебывал, я реально не помню. Это он. А, это он. Мы уже вот сюда ушли, да? Ладно, я короче, мы выступали, я, по-моему, кто-то еще из ребят. Молочный из Чехова, да? Диджей Кефир, да? Лариса Сметанина. Не важно, что это просто лыжные гонки, но просто как гости. Короче, и в итоге там, смотри, там вот такая. Смотри, там получается вот такой вот такой кудыкин огран, такой как большой красивый холм. Все зеленое, сцена стоит, и мы выступаем. И люди, им сказали, что будет выступать стендап, и их предупредил организатор, что стендап – это в основном сидячий жанр. Ну то есть люди сидят, когда его смотрят, они такие, ну раз сидячий, тогда пуфики поставим. Мы поставили пуфики, и в итоге вот так меня смотрели, вот так. И там, знаешь, птички поют. И я такой, а вот, кстати, попробовал дрочить со смазкой. Ну вот это. И, значит, я рассказываю, это вообще никому это нахуй не надо очень. Еще ветер, вот это, знаешь, когда в микрофон... И я такой, вот со смазкой. Ну, короче, ужасно все. И просто ужасно. И люди лежат, и они вообще не хотят меня слушать. И там, типа, и, знаешь, там, и вот, вот подвозят уже Билана, вот он подъезжает. Я вижу, что сзади начинается суета, что, типа, звезду везут, блядь. Я просто смотрю, как вообще весь зал, весь зал, это огромная поляна, типа, просто в моменте... И смотрят вот туда, где машины подъезжают, какие-то люди выходят, все, блядь, в футболках, Билан Тим, блядь, или что-то такое, ну, типа, его крю какой-то. Я, блядь, ставлю микрофон, такой, вы отличная публика, блядь. Спасибо вам за концерт. И, значит, а там гостиничные номера были на... Ну, то есть за холмом, такие, как гостевые домики возле реки, красивые. И я, значит, до них можно было доехать на специальной вот этой машинке, которая, знаешь, власть. А я решил прогуляясь пешком, блядь, подумаю вообще о своей карьере. И я, значит, иду, думаю, не буду, бля, Билана смотреть, нахуй надо. И, значит, иду, и я когда только я спускаюсь за вот холм, когда я уже ничего не вижу, как я слышу... И типа... И там... Позволь мне немного слов... Я и люди просто нахуй в восторге. И я поворачиваюсь, я уже не вижу сцену, но я вижу, как салют в небе хуячит. Ну, Билан выступает и хуячит салют. Вот эти все фермы начинают работать, вот эти, которые световые. Молочные? Извини, я должен был, должен был. Я сижу и вспоминаю какую-нибудь песню Билана, связанную с молочной продукцией. К сожалению, это только стиль. И у меня в Райдере тогда было пиво, и я пришел... Я сейчас отказался от этого. Ну, тогда я пришел и прям нажрался пиво в этом домике. Кстати, там дальше другая история вытекает, что я проснулся и не могу дозвониться организатору, который должен меня отвезти на вокзал в Липецк, из Кудыкиной горы. Горы, горы. Ой, ну идите в пизду. Горы, горы. Ну и что, блядь. Ну и что, оговорился, конечно. Я не оговорился. У нас под Питером есть горы. Поселок, правда, так что нормально. И значит, я ему не могу дозвониться, вообще никак не могу дозвониться. Он выходит из какого-то десятого домика, вообще вот такой, блядь. Блядь, чувак, мы его полтора месяца организовывали. Я вообще не пью, но вчера все закончилось. Пиздец, нажрались. Я говорю, ну что, поехали. У меня через час поезд. Он такой, ща, ща, ща. Я такой, что, поезд ищешь, блядь? Начинает такой, ща, 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 ща. Начинает еще какой-то телефон искать, там 7% зарядки. Он начинает вызванивать эту вагонетку, блядь, чтобы нас довезли до места, куда такси можно пригнать. Эти вагонетки вот так едут как-то от нас, там кого-то везут, он им орет, типа, ээээй, нас тоже. Ему приезжают еще ебанутые, блядь. В итоге какую-то вагонетку, мы едем, вызывают такси, и мы садимся в такси, и приезжает чувак, знаешь, короче, который в майке, и у него вот здесь вот эта татуировка, типа, водоросли какие-то, знаешь, ну, вот эта абстракция, вот это, знаешь, ну, раньше было модно. У него здесь в таких очках, у него такая вишневая какая-то машина, такая российская. И он сидит, и ему, говорит, сидит с похмелью, организатор говорит, в 11.05 поезд, типа, успеем. И он такой, нет, конечно. Потом вот так снимает очки, и такой, если не нарушать. И организатор такой, а если нарушать, он такой, а сколько сверху даешь? Он такой, 600. Пристегивайтесь. И я такой, ебать. И я пристегиваюсь, пристегивается организатор, и он берет эту магнитолу, вот эту самую уебанскую, знаешь, которая всеми цветами сверкает, выкручивает на полную, и вот это вот звучит музыка, типа, I want to be forgiven. И он как ебанул. Я прям еду, вообще так страшно, мне никогда не было. И он прям нарушает вообще все нахуй на свете за эти 600 рублей. Он, блядь, я думаю, будет человек бежать, он его задавит, я такой, чувак, прости, блядь, 600 рублей сверху. И он прям едет очень страшно, 150, он навстречку вылетает. И вот такого мучения, типа, и мы доехали реально, типа, вместо полтора часа, мы доехали за 45 минут. И он, я тебе клянусь, это, я не знаю, шутка эта, которая переработана там, или он едет, и такой, ну, мы уже подъезжаем, и уже в Липецке все происходит, уже в самом городе, он продолжает так ехать, и он какой-то момент поворачивается, такой, какой вагон? Я тебе клянусь, какой вагон? Он вот так сказал. И я такой, блядь, сейчас посмотрю, я начинаю лезть, говорю, третий, он такой, да я шучу, ебать, ну, типа, ну, я подумал, да хуй его знает, кто ты такой вообще? И он подъезжает, причем подвозит меня прям, то есть, он говорит, я тебя сейчас подвезу не к центральному входу, а к калитке, ее можно будет перепрыгнуть, и ты сразу на перроне. И реально он меня подвозит к калитке, и я вижу, что там, типа, калитка вот так где-то, то есть, я ее могу перелезть, и, типа, и там вот, ну, уже можно сразу зайти, как будто бы в поезд, а там уже пройти, если он будет отходить. И мы, значит, приходим, и я достаю вот эту свою, блядь, сумку из этого, и он такой, ну, скажи честно, штаны наделал. Я такой, блядь, пиздец страшно. Да ладно, чего бояться, я такой, чисто, знаешь, и потекло по штанам, типа, ебать, это ретто, конечно. Но мне, я реально, мне было очень страшно, никогда не боялся вот так вот машин. Нет, у меня вот точно так же было примерно, когда мы ехали на ночном поезде в Москву, и мы подходим, короче, там с человеком в Москву ехать нужно, а приходим сюда на московский, и видим поезд, нет нашего поезда, там типа 23, там что-то 42, и нет такого поезда. И рядом нарисуется чувак, стоит. Он такой, какой поезд у вас? И я такой, 23, 23, 42. Я говорю, а где какой, непонятно. Он говорит, что, Сладожского что ли? Я говорю, не знаю. Я говорю, подожди, посмотри, мы смотрим, и реально Сладожского. Семь минут остается до отправления. Он такой, ну что, поехали? Я говорю, чего? И я еще, короче, такой, типа, блин, подожди, ты реально? Ну блин, тогда давай завтра брать поезд новый, что, я не знаю, как ты смотрел-то, блин, нахрена мы сюда приехали, Сладожский у нас? И он такой, ну что, едем, нет? А там остается реально вот 6 минут. Я говорю, а мы успеем? Ну если болтать будем, наверное, не успеем. Я говорю, а сколько? Ну успеем полторы. Я такой, ну пошли. И он просто бежит. Реально. Такой, цепляйся! Он берет нас двоих. Короче, он бежит, у него стоит уже машина заведенная. Я забегаю, короче, чувак залезает с другой стороны, он уже двигается, он еле-еле успевает, и он втапливает, по дворам, вылетает туда, вот это что, на Новочеркасс... И когда, ну туда, ближе, я не помню, Новочеркасская, что там? Заневский. Заневский, да, по Заневскому он гонит, и он берет трубку, говорит, там что-то, так, едем, едем, значит, там, поезд 42, какой, какой проезд? Шестой, все, я понял, я понял. И втапливает, и пару раз мы просто на красный, я говорю, чувак, все, нахер, давай тормози, опоздаем, заезд на Ладожском, он въезжает туда, он такой, Миша, открывай! Прикиньте, и там реально, реально стоит чувак, который открывает эту хрень, шлагбаум, он такой, давай там же талон, потом заберешь! Он втапливает, подъезжает прямо к этому, ко входу, и мы выходим, я говорю, а куда бежать? Он такой, за мной! Я еле не понимаю, что происходит! И он бежит, мы в поезд три четверти, блядь, смотри, короче, мы бежим, там вот это металлоискатель, мы ее пробегаем, там просто охранники вот так вот, мы за ним, он стоит, поворачивается, и вниз эскалатор, который не работает, на нем желтая вот эта вот, как лента, он рвет ее, сюда! Мы куда-то сбегаем, он открывает какие-то там двери, и мы прямо на перроне, он такой, и проводница, сюда! И мы подбегаем, забегаем в вагон, и он такой, все, успели! И, короче, ему дает денег, и все, и он уходит. И, короче, оказалось, мы ему дали тысячу, а не полторы. Я до сих пор, я говорю, как? Он такой, ну не было у меня тысячи, что я буду объяснять, там полторы? Прикинь? Чувак, если ты смотришь нас, свяжись со мной, я тебе дам 500 рублей еще. Прикинь, если закрухлите, прикинь, ты за это начальник ладожского вокзала. Да-да-да, я так и думал, что он продавал билеты. Ладно, на этом у нас все, наверное, будем заканчивать, лучше точно не будет, чем эта история, тем более, мне, кстати, буквально через пару минут на вокзал. Сейчас, чувак, тебя ждет, чувак. И скоро на вокзал. Едем. Если успеем, если успеем, тысяча, потому что я расценки знаю, если за тысячу возьмем. Ну все, спасибо большое, что пришли у нас все, спасибо большое. Прекрасно, по-моему, посидели. Спасибо, ребята, очень круто. Все, пока, Кубхед, пока. Спасибо.